МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Далее расскажем обо всем подробно. Ежемесячные пособия родителям с невысокими доходами, которые в одиночку воспитывают детей, и женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, будут назначать в 10-дневный срок после подачи заявления в пенсионный фонд. Напомним, новые пособия ввели с 1 июля. Первый вид выплат предназначен родителям или законным представителям ребенка, если человек вынужден воспитывать детей в одиночку. Средний размер пособия по стране составляет 5600 рублей. Второй вид пособий – для беременных женщин с невысокими доходами. Обратиться за пособием смогут женщины, вставшие на учет в период до 12 недель, если среднедушевой доход в семье менее прожиточного минимума на человека. Размер пособия составит половину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе. В среднем по России в 2021 году это чуть более 6300 рублей. Заявление о назначении пособий можно подать через портал госуслуг или заполнить его в территориальных отделениях пенсионного фонда. Все необходимые документы о заявителе ПФР запрашивают в рамках межведомственного взаимодействия. Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам питания в школах. С 6 по 17 сентября специалисты управления ответят на вопросы об организации питания, роли администрации образовательного учреждения, аспектах возможного родительского контроля за питанием детей, дадут разъяснение по соблюдению принципов здорового питания. Ранее в ходе общероссийского родительского собрания родители поинтересовались, будут ли ученики младших классов российских школ и дальше получать горячее бесплатное питание. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, проект будет продолжен. В этом году на горячее питание для учеников в начальных классах выделят на 4 миллиарда рублей больше. Смогут ли бесплатно питаться в школах ребята из 5-11 классов? Это, по словам министра, зависит от бюджетных возможностей регионов. К тому же в России появится реестр школьников, которым необходимо специальное питание. Проконсультироваться по вопросам питания в школах можно в рабочее время по телефону 8 831 436 42 47, 436 76 89, 437 08 70, 213 82 84. Единый консультационный центр Роспотребнадзора 8 800 555 49 43. Звонок бесплатный. В Центральной городской детской библиотеке имени Пушкина возобновили работу семейные читательские объединения. Клуб «Родничок» приглашает детей от 5 до 10 лет на познавательные встречи. В объединении «Буковка» ждут малышей в возрасте 3-4 лет. Библиотекари познакомят ребят с новой детской литературой, проведут для них развивающие игры и занятия. Более подробно о работе клубных объединений на сайте пушкинкодефиссаров.ру. Другая важная информация в подборке коротких новостей. На портале Госуслуг появится новая функция, благодаря которой пользователям больше не придется вручную заполнять формы онлайн-заявлений и прикладывать бумажные документы. Теперь при запросе какой-либо услуги информационная система самостоятельно запросит нужные данные в органах власти и внесет их в соответствующие поля онлайн-заявления. Запрос будет отправляться только в момент заполнения заявки, а полученные личные данные не сохранятся на портале. Например, при подаче заявления на регистрацию по месту жительства портал сам сделает запрос в Росреестр и подтвердит возможность прописки в указанном помещении. При подаче заявления на субсидии выплаты портал в режиме онлайн проверит наличие свидетельств ЗАГС и предзаполнит документ полученными данными. Тепло в детские сады должны дать уже на этой неделе. Соответствующее поручение департаменту образования дал глава города Алексей Сафонов. Напомним, обогрев дошкольных учреждений до начала общегородского отопительного периода в Сарове возможен благодаря реконструкции системы отопления, которая позволяет ей работать от горячего водоснабжения. Специалисты начнут необходимые работы в ближайшее время. Департамент образования постоянно контролирует температурный режим в детских садах. Первый в мире зарегистрированный специфический иммуноглобулин против COVID-19 препарат COVID-19 проходит начальную стадию клинических исследований. Это препарат, созданный на основе плазмы крови, переболевших коронавирусом. COVID-19 разработал холдинг Нацимбио Госкорпорации Ростех. Нацимбио отмечают, что препарат помогает организму побороть коронавирус и учит иммунную систему быстрее создавать к нему собственные антитела. В случае успешных клинических испытаний COVID-19 будут применять для лечения средних и тяжелых форм COVID-19. Применение препарата не исключает прививки от коронавируса в будущем, так как иммунитет после перенесенного заболевания со временем может снижаться. За минувшие сутки в России зарегистрировали 17 856 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 389 в Нижегородской области. В Сарове за выходные заболели 29 человек. Из тех, кто госпитализирован, два в тяжелом состоянии, два в легком, остальные в средней степени тяжести. Шесть водителей в состоянии алкогольного опьянения задержали сотрудники ГИБДД Сарова на минувшей неделе. Один из них повторно сел пьяным за руль в течение года. Также дорожные полицейские остановили трех водителей без прав и одного саровчанина, который был лишен водительского удостоверения. Чем еще запомнилась прошедшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Ушибы и ссадины получили водители Ольгсвагена и Шкоды в результате аварии на пересечении улиц строителя Захарова и Давиденко. Ольгсваген Пол, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества Шкоде, которая двигалась по главной. Обоих водителей осмотрели в приемном покое и отпустили домой. А вот авария, которая произошла спустя несколько дней на южном шоссе, привела к госпитализации пострадавших. Водитель 82-го года рождения, старший с 2001-го года рождения, управляя автомашиной «Ладо Веста», при совершении обгона, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в период, когда следующее за ним транспортное средство «Ладо Приора» под управлением водителя 97-го года рождения, а также начал обгон его автомашины и совершил с ней столкновение. После столкновения обе машины съехали в кювет. Водители и пассажиры получили телесные повреждения. Часть пострадавших госпитализировали в травматологическое отделение КБ-50. Еще одна авария произошла вечером 1 сентября на проспекте Ленина. В ДТП пострадал мотоциклист, 29-летняя девушка. Девушка, управляя мотоциклом «Ямаха», без государственных регистрационных знаков, выбрала такую скорость движения, которая не обеспечила ей возможность постоянного контроля за движением транспортного средства. И вследствие возникновения мнимой опасности девушка, прибегнула к торможению, не справилась с управлением и совершила опрокидывание мотоцикла. Девушка получила ссади на предплечье и левого коленного сустава. После осмотра врачом в приемном отделении отправилась домой. 6 сентября в мире отмечают День чтения книг. Книги – это окно в новый мир, полно удивительных путешествий и открытий. Книги развивают мышление, воображение, учат чувствоваться, переживать и любить. Сотрудники детской библиотеки имени Пушкина рассказали о пользе чтения для детей и взрослых. Подробности далее. Фернеде Карт написал, «Чтение хороших книг – это разговор с самыми лучшими людьми прошедших времен. И при том такой разговор, когда они сообщают нам только лучшие свои мысли. 6 сентября в России отмечают День чтения книг. Для любого человека, который любит читать, книга – это окно в другой мир. Книга открывает нам новые знания и новых людей. Соединяет разные цивилизации во времени и пространстве». «Рубину люблю, женские, Устину люблю, жизненные люблю, детективы, всякие разные классики. В принципе, тоже неплохо будем. Сейчас я перечитываю иногда что-то старое, что я очень люблю, Чехова, даже Пушкина. И сейчас очень много интересной новой литературы». «Мне нравится много жанров. Нравится фантастика, нравится классическая литература и русская. Собственно, нравится и американская классическая литература». «Ну, читаю немножко по воспитанию. Здесь еще толстого читала. А на корее мне понравилось». Для многих людей чтение – это любимое хобби. Благодаря книге мы расширяем кругозор, развиваем творческое и аналитическое мышление. А вместе с героями художественного произведения еще и учимся жить. «Человек читающий себя чувствует намного увереннее в любом обществе и коллективе, потому что он способен поддержать разговор и поговорить на совершенно разные темы. А когда мы интересны и когда мы собеседнику, да, как-то цепляем собеседника, конечно, мы чувствуем себя намного увереннее». «Чтение оказывает и терапевтический эффект. Врачи и психологи утверждают, что читающие люди меньше подвержены стрессу. Они более спокойные и уверенные в себе. Но в современном мире книга переживает не лучшие времена. Различные гаджеты и современные технологии вытесняют бумажные страницы». «Если еще 30 лет назад книга была единственным источником информации, то сейчас она, конечно же, конкурирует с другими источниками информации. Мы с вами живем в диджитал такую эпоху, когда чаще в руках держим мобильный телефон, нежели книгу». «День чтения книг» – это хороший повод отвлечься от повседневных дел, почитать в спокойной обстановке или просто пройтись по книжному магазину в поисках интересной книги. Яркие, теплые, душевные 10 рисунков воспитанников творческих объединений «Палитра» и «Скетч Плюс» украсили остановку у Дворца детского творчества. Изначально там планировали разместить работы, посвященные победе в Великой Отечественной войне, но позднее тематику рисунков решили не ограничивать. Подробности далее. Для того, чтобы посетить выставку, необязательно идти в музей или художественную галерею. Увидеть картины можно и на улицах нашего города. Сразу две работы Виктории Романовой украсили остановку Дворца детского творчества. Юные художницы особенно удают со времена года. Зима в ее исполнении притягивает взгляд. Пушистые сугробы, хлопья снега и мерцающее небо едва ли оставят равнодушным случайного прохожего. Это две работы, выполненные почти в одинаковое время. Здесь используются одинаковые техники. Одна техника – это мазочком, а другая – это плавный переход из темного цвета в светлый. Работа за мной – это работа, выполненная пейзаж зимы, а там работа уже лета, ну, начало лета, конец весны. Помимо пейзажа здесь можно найти и одинокий маяк, мельницу, вазу с цветами и даже космонавта. Авторы рисунков занимаются в объединениях палитра и скетч-плюс у педагогов Светланы Кокоевой и Елены Лемясевой. Отличительная черта, которая объединяет все эти полотна – работа с цветом. Одна из, скажем так, востребованных техник, из-за которой работы получаются яркими, красочными, вот такими, как на остановке, это плавный переход из цвета в цвет. Либо один цвет плавно переходит в другой, либо идет так называемая световая растяжка. Скоро в нашем городе может появиться еще одна выставка на остановке. 12 рисунков воспитанников Дворца детского творчества отобрали и уже передали в Департамент городского хозяйства. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Военно-патриотические, спортивные, исторические и вокальные секции. В клубе «Здоровье» Центра внешкольной работы прошел День открытых дверей. Ребята и их родители познакомились с работой объединений и пообщались с педагогами. Подробности в следующем репортаже. Исторические реконструкции, танцы, фехтование, ролевые игры и даже изготовление снаряжения. Молодежное объединение «Армир» открыли еще в 2002 году. Большинство мальчишек на Дне открытых дверей сначала посетили именно эту секцию. Педагога слушали внимательно, задавали вопросы и, разумеется, не упустили возможности подержать в руках доспехи и оружие. Это хобби для большинства людей. Это увлекательное занятие, что касается танцев и исторического фехтования. Этим просто интересно заниматься. Интересно потом все эти самые навыки применять на турнирах, маневрах, на ролевых играх, различных фестивалях. В общем, современное, интересное хобби. Пока мальчишки рассматривали мечи и шпаги, девчонки заглянули в секцию собаководства. Их внимание привлек питомец, который, возможно, тоже станет частью объединения. Малыша зовут Рамштайн. А в секции силового троеборья работа вовсю кипит. Сюда берут ребят старше 11 лет. Помимо занятий пауэрлифтингом, педагоги помогают укрепить мышечный корсет и скорректировать фигуру. Мне помогали педагоги, объясняли, какие упражнения для чего надо делать, как бы теорию рассказывали. Ну, мне здесь нравилось. Я нашел здесь друзей новых, научился подтягиваться, даже участвовал во многих соревнованиях по жиму штанги лежа, потом по приседаниям. Получил первый юношеский разряд. Еще одно объединение, в котором ребятам понадобится хорошая физическая форма – секция настольного тенниса. Это очень полезный спорт. Он развивает зрение, реакцию и даже закаляет характер. Принимают в секцию юных саровчан с шести лет. А участники военно-исторического клуба «Победители» встречают гостей по уставу в военной форме. В основном мы здесь занимаемся просветительской деятельностью молодежи. Мы прививаем им патриотизм, мы занимаемся их патриотическим воспитанием. Мы делаем это для того, чтобы молодежь понимала, что сколько бы солдатиков не было, как бы это не было хорошо для коллекции, войны – это плохо. Войн быть не должно. Воспитанники клуба также принимают активное участие в городских мероприятиях. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!